Ну, у меня есть брат, он как бы привил меня в футбол. Вот, все детство привела с ним. Летом, зимой, летом футбол, зимой хоккей. И постоянно с мальчиком, постоянно во дворе. Мама гоняла меня домой, заходите домой. Мой говорит, да не, не, мама, давай еще чуть-чуть поиграем, вот. И как бы вот с детства все пошло. Сначала начала играть с мальчиками там, в поселке. Потом начала ездить в город, уже с девочками играть, где-то на два года старше у меня девочки были. И так первый тренер сказал, может быть, куда-то попробую там. И я сначала подумала в Казань. В Москву вообще не было мыслей никакой, что Москва, ну и Москва это был большой город, очень большой. Вот, он сказал, Москву надо пробовать. Я была в шоковом состоянии, конечно же. Но в 4-м свет поехала на просмотр в Чертаново. Хорошо, что мне попалась Татьяна Кичина-Пикейкина, первый тренер, мой. Я очень сильно ей благодарна. Был просмотр где-то три дня. Вот, и после просмотра она мне сказала, ну, я тебе позвоню, как вместо освободиться. Я же в интернате еще жила. Вот, и едем мы домой, и хоп, тут звонок. Все, вы можете приезжать, вещи собирать, мы вас берем. И такое счастье было, конечно же. Это была моя мечта с детства, так сказать. Потому что во дворе был мальчик один, Артур Егошев. И он как бы уезжал с поселка играть профессионально в другой клуб. И у меня сразу же была мысль, что, ну, я тоже должна уехать, все там, играть на профессиональном уровне. Вот, и вот какая-то моя мечта детская сбылась, что я уже уехала в Москву. И, конечно же, Чертаново внес большой вклад в мое развитие, как человека, так и полностью футболиста. Огромным спасибо. Сначала в детстве просто относилась, ну, ей было хорошо, потому что я все время проводила с братом по каким-то контролям. Вот. А потом уже, когда вся эта вертушка завертелась, то, что надо уезжать, это все серьезно. Конечно же, она сначала не была рада этому, ругала папу, вот, одну отправляешь в дочку, это все ты. И первое время я очень сильно тосковала по дому и очень сильно плакала. Я столько слез прилила. Но один звонок, конечно же, когда я позвонила маме в стезах, она мне сказала одни такие слова, что меня сильно успокоили, так сказать. Она говорит, все, возвращайся домой, хватит мучить меня и себя. Вот. И с тех пор я взяла себя в руки, так сказать, и редко плакала, именно скучала по дому. Ну, агент сообщил мне, что мной интересуется Челси. Вот, сначала же, конечно же, я в это не верила, потому что Челси – это большой клуб с огромной историей своей, вот, и не верила, не верила, вообще не верила. Ну, буквально два месяца назад уже было понятно, они меня подписывать, хотят подписать, но там были некоторые нюансы по поводу медобследования, как пройти вот это все. И они уже намеревались мне подписать. Ну, это была моя цель, как сказать, мечта, можно даже так сказать, с большой буквы. Вот. И, ну, я думаю, нельзя отказаться от такого, потому что ты потом будешь жалеть, лучше попробовать, рискнуть, учить английский язык. Это, я думаю, первое то, что нужно там делать и регулярно заниматься, чтобы и в бытовом уровне, и в футбольном разговаривать свободно. Ну, я общалась с Мариной Федоровой, вот, и она говорила, конечно же, там поначалу тяжело, другой язык, другая страна, совсем другая жизнь, нет никого рядом, с кем можно поговорить, с кем можно это. И поначалу, я думаю, будет очень тяжело. Ну, со временем можно привыкнуть, можно привыкнуть ко всему. Но больше не хватает именно, ну, семьи, конечно же, будет не хватать друзей, близких и всего такого родного, что есть в России, на родине. То, что это финалисты Лиги Чемпионов, прошлой Лиги Чемпионов, они также выиграли в прошлом году, стали чемпионом, точнее, Суперлиги своей. И то, что Челси, это вообще топ-уровень, вообще в женском футболе, я так хочу сказать. Я думаю, это наоборот хорошо, потому что есть такая конкуренция, такие игроки высочайшего уровня. И мне хочется попробовать себя там, показать себя и проявлять себя с такой хорошей стороны. Я думаю, да, так как первые годы своей профессиональной карьеры привела в Чертаново, там тоже были белые-синие цвета, формы и вообще клуба. Ну, в жизни, так сказать, спокойно и эйси иногда на меня, ну, что-то именно, я очень сильно раздражаюсь по каким-то поводам. Вот, а на футболе, как вы видели, наверное, что я очень эмоциональная. Я думаю, это татарская кровь. Ну, конечно же, нет предела совершенствования. Вот, и есть еще много целей, и надо работать, надо трудиться, стараться, чтобы это все было и не терялось. Девчонки, хочу сказать, что главное это верьте в себя, никогда не сдавайтесь. Важное качество вообще в человеке, это трудолюбие. Верьте в себя, и у вас все получится.